Вопросы и проблемы, которые тормозят процесс активного развития животноводческого комплекса в целом и его молочной отрасли, в частности, обсуждали накануне участники выездного семинара совещания. В списке не один пункт, однако своеобразный антилидер – плохая работа по наращиванию поголовья крупнорогатого скота. Ежегодно перед каждым районом ставится задача по увеличению количества голов. Однако, по состоянию на 1 октября, данная цифра по всей области не перешагнула даже тысячный рубеж. Поголовье коров в области увеличилось с начала года только на 924 головы. При этом в Кобринске районе умерших поголовья коров почти на 1100 голов. Барановичский и Лунецкий на 350, Ганцевичский на 77, Березовский на 66 и Брестский на 13. К тому же в Кобринске и Лунецкий район умерших поголовья коров 1 сентября текущего года на 76 и 100 голов соответственно. Однозначно, с учетом поставленной задачи, что указанным районом в течение октября-ноября необходимо восстановить поголовье коров к уровню начала года и по состоянию на начало следующего года обеспечить рост. Причин такого положения дел немало. Все они вместе и составляют ту самую нетехнологичность производственного процесса. Начиная от скармливания маленького, только родившегося теленка и заканчивая созданием условий содержания взрослых дойных коров, на каждом из этапов работа сотрудников молочно-товарных фирм должна быть подчинена правилам выращивания и содержания. За последние годы в области была проведена огромная работа по созданию современной материально-технической базы. Но, к сожалению, далеко не каждое хозяйство способно грамотно воспользоваться такими возможностями. Надо сделать все возможное, чтобы технология воспроизводства стада соответствовала полностью, 100%, чтобы она соблюдалась. А для этого надо не только сделать все необходимое в плане материальном, техническом, но самое главное, чтобы и люди переломились в осознание, что без этого невозможно сделать. А оно переломится тогда, когда будут определенные результаты и когда человек уже то ли это где-то на растелах, то ли это где-то на дорожчивании, то ли это на заключительном этапе будет получать примерно 6-7-8 миллионов рублей. Тогда он будет сам уже стараться все делать так, как это положено. Вот поэтому мы должны, во-первых, на роду с тем, что будем подтягивать базу материальную полностью, много уже сделано, надо только завершить эту работу. Будем, конечно же, вести работу уже и по кадрам, по их обучению, по усовершенствованию платы труда и так далее. Как пример удачного решения вопросов по воспроизводству стада фермы сырьевой зоны предприятия «Савушкин продукт». Уже не один год здесь функционирует отлаженная система по увеличению поголовья, включающая создание хороших условий, содержание телят разных возрастов, использование сбалансированных и качественных кормов, проведение профилактических мероприятий, в числе которых прививки от пяти инфекционных заболеваний и стригущего лишая. И результат такой работы незамедлительно отражается в цифрах. Рентабельность за 9 месяцев составляет у нас 16% по хозяйству. На молоке мы к 30% подходим. Товарность молока по хозяйству 94%. Качество молока существенно можно улучшить только на стадии его получения. Ни один завод, оснащенный даже самым современным оборудованием, не сможет добавить природной пользы. А потому решать проблемы, возникающие в молочной отрасли, в первую очередь необходимо, начиная именно с воспроизводства дойного стада. В этом деле не бывает мелочей. И каждый руководитель хозяйства, если он настоящий рачительный хозяин, должен подойти к проблемам, которые существуют со всей ответственностью. Те руководители хозяйств, которые приехали на этот семинар, а с каждого района приглашены 2-3 руководителя, чтобы именно в этих хозяйствах уже до конца года было сделано вот и до. Поэтому нам по силам. А потом они будут как раз являться тем локомотивом, который будет помогать решить все проблемы уже в течение будущего года в остальных хозяйствах. Анастасия Стропко, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.